Я вообще понимаю, что сегодня особое число, и очень многие люди придают этому какое-то значение, поэтому я никого и ни с чем не поздравляю, я подозреваю, что поздравлять не с чем, потому что вся та мерзость, которая была посеяна в 2020 году, должна взойти и бурно заколоситься в 2021. И вот те ключевые слова режима, главные слова путинизма, сел, сидит, срок, арест, допрос, иностранный агент, измена родине, зона, пытки, обыск, это все только начало. Это уже много раз было в истории этой несчастной страны и всегда кончалось одним и тем же образом. У России всегда есть возможность ненадолго вынырнуть из болота маразма, вдохнуть пару раз и снова загрузиться в это болото державного маразма. Но вот именно 2020 год он вывел всю эту путинскую терминологию во всероссийские тренды, режим перестал стесняться, он понял, что просто надо беззаконие называть законом, а самую лютую, самую подлую цензуру называть борьбой с цензурой. И при этом во всем этом заметна маниакальщина, истерика и суетливое желание спастись, Оля, от революции. Да. Заметно. Да, и возникает вопрос, а вообще до какой степени можно рассчитывать на революцию в 2021 году? Ну, надеяться-то, конечно, можно, но я никому не рекомендую то, что называется, раскатывать губу. Забавна реакция всех на это слово. Патриоты обычно начинают кричать, что, ах, страна третью революцию не перенесет, причем здесь вообще страна. Это они не перенесут, потому что они и есть тот самый гной, который нормальная революция удаляет. Ну, это говорящий гной. Говорящий гной – это любопытное явление. Но ни один хороший хирург, как ты знаешь, как правило, мнение гноя не спрашивает. Да, да, да. Дело в том, что о непереносимости революции обычно говорят те люди, которые ставят знак равенства между своим благополучием и понятием страна. То есть, на данный момент истерика напрасна, и революция – это галлюцинация. Я бы революционный потенциал России оценил бы, наверное, примерно в одну сотую от, спасибо, мне часики дали, в одну сотую от белорусского и примерно в одну миллионную от украинского. И это ничто. Эти удивительные русские, они готовы терпеть все, лишь бы им не мешали платить ипотеку и унижаться перед чиновниками разного уровня. То есть, революционный потенциал на данный момент в России абсолютно ничтожен. И, к сожалению, никакой революции не ожидается. Есть, есть революционные настроения, но совсем не в той концентрации, которая хотелось бы и которая была бы опасна для режима. Потому что Путину удалось смастерить самую кошмарную безнадегу, самую виртуозную безнадегу, пожалуй, за последнее столетие. И под каждым бумажным стаканчиком теперь прячется либо гвардеец, либо ФСБшник, либо кто-нибудь еще подобное. Но они же плохо прячутся, Александр Глебович. Они все делают очень плохо, Оль, но их так много, их развели такое количество. Там такое сумасшедшее поголовье вот этих вот бездарей и неумех, даже в своем мутном ремесле. Понятно, что их достаточно для того, чтобы в 21 году организовать полное удушение всего живого в России. Это делается для того, чтобы люди, которые хотят понимать, что они имеют единомышленников, что они не одиноки, чтобы эти люди были бы обречены на одинокость и замолчали бы. И вообще вот эта мания преследования, которая сегодня существует в России и которая проявляется в бесконечных истериках, потому что понятно, что не просто какой-то там депутат Взяткин взял и придумал законы про посадки за клевету. Понятно, что это трансляция через него кремлевской истерики. И режим решил спасаться вот таким самым примитивным образом через репрессии, поскольку он ничего делать не научился другого. Понятно, что они, конечно, попытаются грохнуть YouTube в ближайшее время. Они давно об этом мечтают. И уже под видом борьбы с цензурой принят тот закон, который позволяет делать. Вероятно, попытаются, а может быть, и отвинтят голову, эху, дождю и так далее. Это вообще их давняя мечта. Ну, а дальше все... Простите, но и вы тоже в этом списке? Конечно, Олег. Как частное лицо. Так нет, я думаю, что здесь уже неприкасаемых нет, потому что они показывают ту степень истеризма. Ведь они никогда так себя не вели. А дальше все как по писанному зажим гаек, ненависть интеллигенции, которая постепенно перерастает в ненависть народа, разочарование в Путине, социальный взрыв, кровища, ну и вообще все, что бывает. Вообще Россию в 21 году может спасти только чудо, вернее даже комплекс чудес. Вот главного чуда, главного чуда, Оля, его уже не произошло. Сегодня это чертово 30 декабря. Вот в список призов новогодней лотереи опять не включена должность президента России. И это ужасно, потому что была надежда на то, что этот важный пост вдруг мог выиграть какой-нибудь хороший по-настоящему человек или хотя бы человек без мании преследования. Но этого не случилось. И поскольку этого не случилось, я бы хотел дать несколько советов существующей власти. Ну, во-первых, совет первый, тоже уже упущенный ею шанс. Вот открытие российского рынка продуктов для Запада и Европы могло бы сделать маленькое чудо. Могло бы произойти радикальное снижение цен практически на все, поскольку, да, действительно, я это хорошо знаю по собственному опыту. Действительно, те продукты и там продукты существенно дешевле. Я уж не говорю про то, что лучше. Плюс бешеный приток, который обеспечил бы конкуренцию и снижение цен. Вы имеете в виду, простите, отмену вот этих ограничений на европейскую еду. Которую Путин наложил зачем-то на несчастный народ, тем самым взвинтив бешено цены на все. Причем, смотри, вот сейчас вроде бы, Оль, пришло то время, когда чувство самосохранения должно было бы подсказать власти, что пришло время не раздражать. Вот наступила новая эпоха неизбежного обнищания, краха, и вот эта шизофреническая бравада при уничтожении продуктов, она стала немножко неуместной. А она продолжается, потому что вот здесь, в Питере, опять убили тонну сыров, колбас, так далее, так далее. И опять спонтом, опять шумно. И даже всякие крымнаши патриоты, которые очень любили собираться на полигонах и аплодировать, как мартышки, тракторам, которые давят сыры, и те уже ушли в прошлое, они вывелись, они подисчезли. Но власти здесь остается как бы при былой тупости. И я вот тебе могу, кстати, сказать, вероятно, они давят санкционку так маниакально еще и для того, чтобы у поколений было бы не с чем сравнивать. Понимаешь? Чтобы, ага, вот чтобы... Ну да, скоро уже вступят в нормальную, как бы, в сознательный возраст те, кто никогда не пробовал ничего слаще морковки. Совершенно верно. Когда людей можно убедить, что вот это вот говно и есть настоящий сыр. И это очень легко внушить поколениям, когда нету ничего для сравнения. И такой же трюк можно проделать с правдой, свободой, наукой и политикой. Да, вот главное вовремя и надежно удалить настоящие образцы и аккуратно подсунуть суррогаты и потихонечку к этим суррогатам приучать. А образцы, если где-нибудь появятся, без жалости давить тракторами. Я хотела вас спросить. Мне кажется, что как раз образцы политики уже достаточно задавлены. И уже действительно есть, ну просто уже там, не знаю, совершеннолетние граждане, которые никогда не видели нормального. Да, совершенно верно. Нормальных отношений с парламентом, с выборами и так далее. Если воспитать на этих суррогатах, как на суррогате сыра, да, то от нормального сыра уже вырвать, да. И такая же история с храбростью, такая же история с достоинством. Усилиями всяких там Соловьевых, Скобеевых можно создать суррогаты. Храбрости, суррогаты, достоинства. И сделать именно суррогатные тем эталонам, которым все будут следовать и верить. Они будут иметь всю внешнюю атрибутику, и все будет прекрасно за одним маленьким исключением. Эти суррогаты не будут при всем внешнем сходстве, не будут ни храбростью, ни достоинством. А будут тем, чем они являются, то есть полным дерьмом. Они никогда не дадут тех плодов и тех результатов, которые дает подлинная храбрость и подлинное достоинство. Можно взять вот, не знаю, кусок дерьма, отформовать его в прямоугольник, покрыть его металлопудрой, написать сбоку У, латинское, 235. Но это никогда не станет куском урана со всеми свойствами урана. Это останется дерьмом. И если Россия хочет иметь армию, лицом которой можно протирать унитаз, то никаких надежд на военную победу у нее быть не должно. У нее нет шансов даже на достойное поражение. И даже прикидываться сверхдержавой будет сложнее. Продолжение следует...